Новый туристический маршрут может соединить Самарскую, Ульяновскую и Нижегородскую область. Такую идею глава 63 региона Дмитрий Азаров обсудил в ходе рабочей поездки в соседний регион. Маршрут может объединить село Ташла из Самарской области, куда паломники едут на известный источник чудотворной иконы Божией Матери, избавительный сад Бет, и Нижегородская Дивеева, где в монастыре хранятся мощи святого Серафима Саровского, и Никольскую гору в Ульяновской области, куда почти 500 лет стекаются десятки тысяч паломников, почтить имя Николая Чудотворца. Место, которое является святым и почитаемым на территории Ульяновской области, при этом, конечно, такие места есть и в Самарской области, я, конечно же, вспомнил о знаменитом Ташлинском источнике, бывая на котором, встречаю паломников и туристов со всей территории Российской Федерации. Встречал там наших гостей из Сибири, Урала, из Северо-Запада, и Центральной России, с Юга России. И обратил внимание, что некоторые из них говорили о том, что они путешествуют к нам, например, из Дивеев. А вот этот объект, Никольская гора, она расположена, вот если смотреть по карте, то как раз по пути следования, можно сказать, из Дивеева в Самарскую область в Ташлу. Проработать варианты реализации маршрута Дмитрий Азаров поручил региональному министерству туризма. Между тем, эта сфера экономики губернии в последние годы одна из самых динамично развивающихся. В 2022 году в Самарской области отдохнули свыше 2,5 миллионов туристов. Это почти на 50% больше показателей 2021 года. В целом, за последние 5 лет турпоток в наш регион увеличился в 2,5 раза. Это результат системной работы регионального правительства в главе с губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. В частности, храмовый комплекс села отошла, получает новое рождение. Место святое к пустому колодцу, по воду не пойдут. Народная мудрость зависит. И поэтому еще важный факт, да и планов культурно, исторической стороны веры много для нас значит. Это наша история, это культура, это традиция. Самарская область привлекает туристов не только культовыми местами, природными красотами, уникальными памятниками архитектуры, но и культурными событиями. Так, весной 2022 года Самара провела юбилейный всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который стал рекордсменом среди творческих проектов России. Всего за дни проведения студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, а фестивальные городки – порядка 650 тысяч человек. Большое количество зрителей собрал и первый фестиваль авторской музыки «Самфест» – более 50 тысяч. Губерния вошла в число первых 18 субъектов России, которые в 2022 году получили возможность поучаствовать в федеральном проекте повышения доступности туристических продуктов. В рамках этой программы за счет средств федерального и регионального бюджета осуществлялись бесплатные поездки для учащихся с 5 по 9 класс. В 2022 году такие поездки совершили более 7 тысяч школьников. По инициативе Дмитрия Азарова ведется большая работа по развитию ряда знаковых сельских территорий Самарской области, мест, которые имеют многовековую историю, овеянную легендами и былинами. Так, например, новый импульс получилось в село Ширяево. Леонид Кошман, Андрей Авдеев, Новости губернии.